Венская оперета 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 И есть, конечно, разные стили, есть разные композиторы, которые, естественно, известны, поэтому Юрий Алексеевич Швадзков меня пригласил это делать. Я не знаю, если они что-то от этого могли брать, но я думаю, что есть новые идеи для них и один из этих, наверное, будет ставить какие-то опоренты австрийской особи. Но это, как можно сказать, обмен культурой, обмен стиля, обмен музыки. Это важно, это хорошо. Ваши соотечественники по праву, на мой взгляд, гордятся своими дирижерской и опереточной школами. А насколько они, на ваш взгляд, совместимы с российскими? Ну, у нас в Вене, можно сказать, что музыкальная жизнь, поэтому очень сильная всегда была, потому что император, это же маленькая страна. И, как называется, силы, милитаристические силы не были очень большие со сравнениями с другими странами. Поэтому император и все аристократы всегда поддерживали что-то другое, музыку. Бетхофен и все эти композиторы, которые к нам приехали, они содержали это как мецен, как спонсор, можно сказать. И поэтому у нас оперный театр был очень важен тоже. И это уже раньше было так. Но это осталось еще немножко, конечно. И у нас операция появилась, когда Оффенбах был в Вене. И первый австрийский композитор, который в этом стиле, значит, как операция Оффенбаха, сочинили операцию, это был Франц фон Цупе, очень важный такой композитор, который вообще был половина итальянец, но у нас жил и написал очень красивые, хорошие операции, аватюры и так далее. А потом Штраус сам тоже начал, потому что он заметил, что это дает успех, и можно получить деньги. Поэтому он был уже очень известным как композитор для танца, но начал сочинить операцию тоже потом. Это же очень хорошее, как сказать, близкое отношение между Питером и Веном, потому что Штраус здесь был, по-моему, 11 лет он здесь летом выступал на вокзале в Павловске. Вот вы заметили, что когда-то оперета создавалась как популярная музыка, и в частности для зарабатывания денег. А сейчас это все-таки скорее элитарное искусство, или вы со мной не согласны? Я думаю, что, конечно, есть, как всегда в музыке, есть хорошие операции, есть не очень интересные тоже. Но это самое главное, самое хорошее операции, конечно. Каждое новое поколение любит познакомиться с этим. И поэтому, я думаю, даже, хотя юность любит рок-музык и поп-музык, но музыка, операция, тоже танцевальная музыка и ритмическая музыка. Надо только познакомить юность с этим искусством, и тогда они тоже любят это. Конечно, как вы сказали, я не думаю, потому что в Павловске всегда идет речь от любовь и такие человеческие вещи, от чувства. И поэтому везде люди понимают это и любят это. И я думаю, что надо работать над этим, конечно, но если хорошие спектакли, хорошие постановки, тогда это никогда не будет умирать. В начале марта, можно сказать, вознаменование прихода весны в Театре мускомедии состоялся парад звезд оперетты. Вена поет, Вена танцует. Вы один из инициаторов этого галоконцерта. Расскажите, как появилась идея организовать эту постановку? Ну, когда Юрий Алексеевич Швадзков меня пригласил первый раз здесь в Театре музыкальной комедии работать, я сначала работал как дирижер в спектаклях, «Весолая видова» и «Графиня Маритца». И первый раз в России оперетт австрийского комсистера Роберта Штольца «Весенний парад». И тогда я ему сказал, что я не только работаю в Театре, я очень часто и, можно сказать, даже больше работаю на концертную сцену. И в хорошей оркестре есть хорошие солисты. Почему мы не делаем концерты, где каждый солист может показать искусство? И это мы первый раз, почти 4 года тому назад вставили. И публика принимала. Был хороший успех. И именно потому, что вдруг публика вдруг видела оркестра на сцену. Обычно в яме не видно оркестра. А потом мы показывали разные стили оперетти. Не только Кальман, Легар, но и другие композиторы. И тоже мы пригласили артистов из других странах, как из Будапешта, из Оперетного театра в Будапеште. И из Австрии, одна певица из Австрии был, и один певец. И Мачела Черну, она часто со мной работает, и здесь имеет тоже успех сейчас. И в прошлом году у нас были солисты из Словакии, в этом году из Польши. Так что это действительно международный такой праздник и концерты, которые... Сейчас шесть раз, а это необычно. По-моему, 850 человек в театре поместится. Так что около 5000 видели наши концерты. А в понедельник первый раз буду давать концерт в Октябрьский сал с моим оркестром Вены. Это называется Штраус-фестиваль оркестра. И у нас будут гастроли. Мы же... Третий гастроли здесь в России. Мы в прошлом году, в ноябре, в декабре, ехали в Белоруссию и Украину, и были на юге, на Ростов-на-Дону, Донецк, Фудеса были. А сейчас мы здесь будем играть и в Таллине, и в Калининград, и в Екатеринбург, и так далее. 18 концертов. Это начинается только в понедельник. Здесь будет первый концерт в Октябрьский сал. И я надеюсь, что публика придет и любит наш концерт. У нас есть тоже певица, есть однопалетная пара. И я буду рад, если могу представить мою собственную оркестр из Австрии. О любви к Перетти и Петербургу мы говорили с ведущим австрийским дирижером Питером Гутом. Продолжение следует...